Под конец года всегда принято подводить итоги. 2018 год не будет исключением. Не всегда итоги бывают положительные. В году уходящим особенно отличился Кольчугинский район. Почему-то получилось так, что самое большое количество проблем у жителей 33 региона возникает именно здесь. Людям даже приходится проживать в домах, где опасно. Всего по Кольчугинскому району 14 подобных домов. Наш дом с 2012 года признан аварийным и снял баланс. Но мы до сих пор никак не получим квартиры. Хотя по закону в течение полгода нам должны были предоставить квартиры. Но вот уже 6 лет мы не можем никого добиться никакой справедливости. Ни ответа, ни привета от нашей администрации нет. В такой сложной ситуации с собственниками о стену чиновничьего равнодушья бьются и общественники. Они знают, как оформлять документы и куда их направлять. Но это никак не влияет на ситуацию. Людям отвечают, ждите. Денег нет. К сожалению, мы не можем добиться от администрации никакой положительной динамики. В решении этих вопросов. То ли дело принципа, то ли дело нежелания работать. И постоянно обвинять кого-то, что нет финансирования, не оказывается в бюджете денег, средств именно на расселение на аварийный фонд жилья. Но это глупость. На самом-то деле ситуация совершенно другая. Проблема аварийного жилья для кольчугинцев не единственная. Этим летом весь город страдал из-за замены теплотрассы, которая питает один из самых многочисленных микрорайонов города. Тогда, говорят местные жители, раскопали полгорода, а работы не велись, потому что проект оказался невыполнимым. И подрядчик долго ждал, когда внесут изменения. В это время у одних были перебои с горячей водой, а другие просто не могли пользоваться привычными маршрутами из-за раскопа. И даже это русские люди выдержали бы, если бы работы доделали. Местные жители пытались совместно с администрацией решить насущную проблему. Но чиновники решили проигнорировать просьбы жителей. Мы обратились в администрацию с просьбой организовать встречу главы администрации с населением, чтобы своевременно решить вопросы по объявлению конкурса по ремонту нашей дороги и одновременным решением проблемы с талами и ливневыми водами. Но на сегодняшний день я никак не могу выяснить, будет ли такая встреча. Вообще кто-то организовывает ее, занимается ли кто этой проблемой. Хотели жители благоустроить и центральный пруд, но и тут не получилось. Был создан проект на 80 миллионов рублей, но конкурс он не выиграл. Проблему решила бывший губернатор Светлана Орлова. Выделила 40 миллионов на благоустройство пруда. Но местные жители не верят, что благоустройство состоится. Вообще-то ждем благоустройство всего города, а не только этого пруда. У нас нет тротуаров, по которым можно ходить. Пройти, например, чуть-чуть подальше вообще невозможно. Не знаю, вычистит или нет, но нормального состояния ничего тут, наверное, и не будет. Результат не заставил себя долго ждать. Первым этапом благоустройства стали работы по очистке дна пруда от илового слоя. Конкурс был объявлен всего на 5 миллионов рублей. Его выиграл предприниматель Артамошкин, который производит туалетную бумагу в поселке Бавлено. Сумма, за которую он решил вычистить пруд, упала до 3 миллионов 153 тысяч рублей. Предприниматель, видимо, основываясь на своем опыте, решил не строить лежневую дорогу, предусмотренную проектом. И при первой же попытке подъехать к пруду утопил экскаватор. На вопрос, почему же на торги по благоустройству и очистке пруда было выделено всего 5 миллионов рублей, если изначально проект предусматривал 80, глава района ответил. Я многих ребят, в том числе наших местных, пожалуйста, проедьте, промерьте вот это вот иловое отложение в нем, сколько это будет примерно стоить. Все назвали от 4 до 5 миллионов. Но они не подписывались под это. И когда уже пришло время заявляться на конкурс, мы опять к этим ребятам обратились, то есть у нас будет вот 5 миллионов, и мы готовы разместить. Они говорят, ну что, мы тут походили 15 миллионов минимум. Мужики, ну так не делается. Но мой конкурс будем управлять на 5. Также под конец года в Кольчугино должна была распахнуть в своей двери новая школа. Ее здесь ждут долгие годы. Но к первому сентября подрядчик не успел. Сроки перенесли на конец декабря. И снова фиаско. Школа не открылась, деньги не освоены. Но людей это не удивляет. В маленьком районном городке Кольчугино все все друг про друга знают. В том числе о тех людях, которые стоят во главе района. И местные рассказывают, что сейчас хозяина в районе нет. Как сменился глава, профессионалы ушли из администрации. А заменили их, как говорится, своими да нашими. Люди рассказывают, что руководящие посты в администрации заняли люди, приближенные к главе. Вот что нам удалось узнать. Сам глава администрации района руководил местным заводом. Но после того, как Борошенко встал во главе района, посты в администрации начали занимать его бывшие заводчане. Так, например, его первый заместитель, Равиль Мустафин, работал на одном заводе с Борошенковым в должности металлурга. Марьяна Баранова была там же юристом, а теперь возглавляет управление архитектурой и земельных отношений Кольчугинского района. А вот секретарь завода Ирина Ануфриева возглавила отдел делопроизводства. За вывоз мусора в районе ответственным стал Сергей Мухин, который с Борошенковым тоже раньше вместе работал. Наталья Ананева сейчас заведует управлением благоустройства и дорожного хозяйства. А до этого была менеджером по продажам. Все на том же заводе. И все бы ничего, если бы каждый хорошо знал свою работу. Но судя по предыдущим местам трудоустройства и состояния дел в районе, несложно провести параллели и сделать выводы об эффективности руководства, которое допускает и жизнь людей в аварийных домах, и многолетний школьный недострой, и странные торги.